Всем привет! В этом ролике мы соберем платформенный Левитрон. Надеюсь, вы слышали про данное чудо техники. А если нет, то усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! История создания данного устройства началась еще в далеком 2016 году. Тогда я наткнулся на статью мозгочинов и всей душой загорелся повторить данное устройство. Но не все так легко. Собрать именно такой вариант у меня не было возможности. Тогда я стал искать альтернативу и нашел такую на сайте Радиокод. Сразу скачал печатку и начал травить плату, а потом собирать устройство. Но в конце концов все обломалось. Так как на тот момент я не особо хорошо шарил в операционных усилителях, то не мог разобраться, в чем причина. И поэтому собрал подвесной Левитрон. А в ролике про него сказал, что цена сборки платформенного очень большая. Спустя полгода, может чуть больше, я осваивал Ардуино. И в голову мне пришла идея сделать Левитрон на ней. С новыми силами я бросился в бой. И опять разочарование. Много бессонных ночей на писании кода. И сборки прошли зря. Левитирующий магнит не хотел зависать. Его просто дергало из стороны в сторону. И все тут. Прошло еще примерно полгода. И я наткнулся на очередную статью с полным описанием. Ну думаю, это мой шанс. Заказал комплектующий и начал собирать. Намотал новые катушки, запустил все и снова фейл. На тот момент я уже хотел просто-напросто разбить всю установку об стенку. Но воздержался. И вот совсем недавно у меня не было интернета целую неделю. Я не знал, чем себя занять. И выбор пал на Левитрон. Ну думаю, почему бы и нет. Начал искать причину, почему же он не запускается. Пробовал и так, и сяк, ничего. Но потом вдруг понял, в чем проблема. Все катушки, что я мотал, имели внутри металлическое основание. И сила, с которой магнит тянулся к сердечнику, превышала противодействие. И из-за этого Левитрон не хотел работать. В тот же вечер я перемотал катушки. И свершилось чудо. Магнит полетел. Радости моей не было предела. Любовался целый вечер. Но это так, предыстория. Чтоб вы понимали, насколько трудно мне дался данный проект. Ну а теперь приступаем к сборке. Сразу небольшая оговорка. Последнюю версию я не особо снимал. Так как был уверен, что оно не полетит. Поэтому не обижайтесь на наличие в ролике левых картинок. Для начала предлагаю ознакомиться, как это работает. Такое описание есть практически в каждой статье про Левитрон. Поэтому не буду изобретать велосипед. И покажу уже готовый вариант. Итак, в основании у нас лежат постоянные магниты. Которые создают магнитное поле в виде купола. На самой его вершине находится точка равновесия. В этой точке магниты основания как бы выталкивают левитирующий магнит вверх. Компенсируя силу тяжести. Но есть одно но. Эта точка крайне нестабильна. И левитирующий магнит постоянно слетает с нее. Тут нам на помощь приходят электромагниты и датчики ХОЛО. Которые отслеживают положение магнита. И как только он начинает улетать с точки, включается соответствующий электромагнит. И подтягивает обратно в центр левитирующий магнит. Таким образом он совершает колебания в разные стороны. Но с очень большой частотой. И глаз этого практически не видит. Отлично! Разобрались с теорией. Теперь переходим к практике. Мозгом схемы будет Ардуино Уна. Так как хотел сначала делать на Нанке. Но нечаянно спалил ее, подав не то напряжение. Силовая часть схемы это драйвер шагового двигателя. L298N. Ну и следящая часть это два датчика ХОЛО. Расположенных в центре конструкции. Для начала предлагаю рассмотреть схему устройства. Начнем пожалуй с блок схемы. На ней видно, что и с чем соединено. Теперь в отдельности каждый блок. Датчики ХОЛО снабжены дополнительным усилителем. На микросхеме LM324. Усиленный сигнал с ХОЛО поступает на аналоговый вход Ардуинки. Следующий блок это драйверы катушки. Про их намотку расскажу позже. А сейчас чисто схема. Как видим подключается все элементарно и без особых проблем. Теперь можно переходить к сборке. Но перед этим хочу порекомендовать вам своего спонсора. Компанию PCBWay. Это крупная китайская компания, которая производит и отправляет печатные платы по всему миру. Качество плат на высоте. Сам не один раз заказывал платы и остался доволен. В качестве основания я решил использовать макетную плату. Ее нужно немного уменьшить и просверлить отверстие под катушки. Расстояние между отверстиями 4 см. После подготовки макетки займемся намоткой катушек. Как я уже говорил раньше, именно в них был трабл. Так как все они были с металлическим сердечником. В последнем варианте я все изменил. В качестве основания я взял колпачок для иголки шприца. Сами ограничители для катушек сделаны, как и в первых вариантах, из текстолита. Размер катушек перед вами. Теперь по поводу намотки. Все они мотаются в одну сторону. Количество витков 350. Диаметр провода 0,44 мм. Думаю, если вносить 10, а то и 20% изменения в параметры обмоток, результат не изменится. Когда катушки готовы, устанавливаем их на плату, как и остальные части. Я по глупости установил на ту же макетку усилитель для холов. И это сузило мои возможности по размещению постоянных магнитов. Но что сделано, то сделано. Главное, вы не повторяйте моих ошибок. Теперь необходимо соединить катушки по две штуки последовательно. И таким образом, что при подаче напряжения на пару катушек, одна из них притягивала, а вторая в этот момент отталкивала. По поводу расположения датчиков хола. Они должны быть строго на оси своих катушек. То, куда они развернуты, роли не играет. Все будет корректироваться в настройке. Следующий шаг – это соединение всех элементов в одну цепь и прошивка Ардуино. Сам скетч и все картинки со схемами найдете в архиве к проекту. Вот после прошивки начинаются сложности. Для настройки постоянные магниты в основании ставить нельзя. Когда залили скетч в Ардуино, берем магнит, который должен левитировать, и располагаем над катушками. Вводя рукой над предполагаемым местом левитации, мы должны почувствовать сопротивление катушек. Вот допустим, мы ведем влево, значит катушки срабатывают и тянут вправо. Если тяга идет не в ту сторону, то нужно поменять местами выводы катушек на драйвере. Теперь настало время установить магниты на плату. Сразу пару слов про них. Это должны быть неодимовые магниты. Купил 16 штук. Вообще для основания можно использовать и прямоугольные магниты. Но я решил взять круглые, так как они дешевле и имеют отверстие для крепления. Магниты установил в пространство между катушками. Расстояние между ними по диагонали 5,5 см. Теперь берем магнит, который будем подвешивать, и пытаемся его расположить в центре левитации. Тут важно угадать с весом магнита. Я делал так. Брал основной магнит и на него вешал мелкие. Таким образом искал равновесие. Но магнит в центре висел недолго. Его постоянно сносило в одну сторону. Тут нам на помощь приходят подстроечные резисторы. Вращая их, можно сместить точку левитации. Таким образом выравниваем парящий магнит. Вот и все, настройка завершена. Казалось бы, на этом ролик можно заканчивать. Но нет, я решил все красиво оформить в корпус. Для этого заказал вот такой короб. Но когда он пришел, я расстроился. Оказалось, что у него очень толстые стенки. А у нас каждый миллиметр на вес золота. Поэтому пришлось в крышке вырезать отверстия под катушки. И закрепить их заподлицо с корпусом. И плюс ко всему, эту дырку в корпусе тоже нужно чем-то накрыть. Тут отлично подходит еще одна макетная плата. Как по мне, получилось не очень даже здорово. В корпусе расположили наш драйвер и ардуинку. Питание взял от внешнего адаптера на 12 вольт 2 ампера. В итоге конструкция похожа на заводскую модель. В конце концов, на магнит можно установить какую-нибудь декоративную штуку. Типа самолетика или машинки. И наслаждаться. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравится. И вы оцените данную самоделку лайком. Ну и не забывайте подписываться на канал. Как говорится, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok